Именем закона прокуратура области подвела итоги работы в 2016 году. За отчетный период надзорные органы выявили более 50 тысяч нарушений федерального законодательства, направили более 7,5 тысяч исков. Больше внимания в году ушедшим уделили борьбе с преступностью и коррупцией, а также усилению прокурорского надзора за законностью расходования бюджетных средств. Пресечены факты нецелевого использования бюджетных средств, их хищения и присвоения. Так, прокуратурой области инициировано уголовное преследование по фактам мошенничества и злоупотребления полномочиями при расходовании средств федерального бюджета на строительство учебно-тренировочного комплекса. Из принятых и оплаченных по контрактам работ на 360 миллионов рублей фактически выполнено на 60 миллионов рублей. Здание учебно-тренировочного центра не достроено, проводится доследственная проверка. Под контролем прокуратуры были вопросы соблюдения трудовых и жилищных прав граждан, проблемы обманутых дольщиков. Погашена задолженность по зарплате более 480 миллионов рублей. В отношении злостных неплательщиков заработной платы по материалам прокурорских проверок возбуждено 6 уголовных дел. Так возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам невыплаты заработной платы, а также хищения денежных средств дольщиков в ООО «Ивановская домостроительная компания». По заявлениям прокурора, в интересах работников предприятия судом взыскано свыше 15 миллионов рублей. Не остались без внимания и социально уязвимые категории граждан. Прокуроры жестко пресекали нарушение прав инвалидов на бесплатное обеспечение жизненно необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими средствами, а также в сфере их занятости. В связи с нарушением требований о квотировании рабочих мест для инвалидов прокурорами в адрес руководителей предприятий области внесено 448 представлений. 190 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности и 133 к административной. Права инвалидов восстановлены. Как и раньше, в прошлом году болезненной была сфера ЖКХ. Вскрыты случаи нецелевого расходования управляющими компаниями средств граждан. Виновные готовятся получить наказание. По материалам прокурорских проверок, органами предварительного расследования возбуждено 11 уголовных дел. Так, в Лежневском и Савинском районах возбуждены уголовные дела в отношении двух глав муниципальных образований, подписавших разрешение на ввод в эксплуатацию недостроенных многоквартирных домов. После прокурорского вмешательства строительные работы завершены, граждане переселены в благоустроенное жилье. Вынесен приговор в отношении руководителя ООО «Стройтепломонтаж Москвина», который, получив 22 миллиона по муниципальному контракту на приобретение квартир для переселения из аварийного жилья в городе Кохма, использовал их наличные нужды. Но, конечно, в лидерах и по общественному резонансу, и по вниманию прокурорских работников дела коррупционные. В 2016 году выявлено более двух тысяч подобных нарушений. Вскоре труд прокурорских работников в этом направлении облегчит специальное ведомство. Исходя из особенностей криминогенной ситуации в нашем регионе, обращаю ваше внимание на следующие процессы. Несмотря на довольно активную антикоррупционную кампанию в 2015-2016 годах, в регионе сократилось количество расследованных преступлений против государственной власти и интересов государственной службы. Для качественного изменения антикоррупционной работы мною принято решение о создании управления по противодействию коррупции, которое напрямую будет подчиняться мне, как губернатору Ивановской области. И в связи с этим рассчитываю, что органы прокуратуры окажут поддержку работе этого подразделения. Среди целей на 2017 год Павел Коньков обозначил для прокуратуры следующий фронт работ. По итогам года увеличилось количество преступлений на улицах и в общественных местах на 12,5% соответственно. Произошли трагические события, связанные со взрывами бытового газа. Необходимо обеспечить безопасность жителям Ивановской области на всем жизненном пространстве и в общественных местах и у себя дома. Необходимо поддерживать и уровень антитеррористической работы. Во-вторых, возросло количество преступлений в состоянии опьянения в 2016 году на 9,5%. Необходимо поставить барьер незаконному обороту всех видов психоактивных веществ. В целом работу ведомства губернатор оценил положительно. Нарушений меньше не становится, но прокуратура всегда на страже прав и закона. Регион под надзором. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.